всем всем доброе время суток девчонки тут посмотрела у вероники на канале она паштет делала кому интересно там найдите ее вероника германия в моих комментариях можете зайти интересная ну интересный канал интересный человек интересный и она делала паштет печеночный и так легко и просто и мне захотелось сделать чем я сейчас и займусь для этого надо лук ну я не буду никаких пропорций соблюдать так сделать все на глазок вот я возьму две луковицы купила где у меня будет немножко магните какие вот 700 грамм куриной печени купила и все больше что ничего не надо 1 морковка лук моркови печень больше ничего не надо еще взяла сливочное масло я взяла дешевые написано крестьянская сладко сливочная несоленая в составе вроде написано пастеризованные сливки ну не знаю не очень она дорогое хотя и дорогой брала бесплантовые так где тут это ладно и она должна быть это очень-очень размягченная но она уже мягкая я в холодильник не убирала с магазина приехали о приехали я вся расстроилась потому что лифт не работал мы сдачи как два ишака нагружены это вообще я прям даже разревелась нога болит и все это на шестой этаж тащить и никто ни за что не отвечает у вас двигатель сломался у нас денег нет в общем вот такие вот такие ответы ну ладно это дела жкх они у всех такие по моему образ того жкх ни у кого нет безобразие так сначала сейчас я поставлю жарится лук потом добавлю к нему сразу морковь за это время порежу печенку я ее уже помыла не стекает здесь на туршлаки чтоб лишнюю воду туда не это не выливать и посмотрим что получится так не имеет значения как вы будете резать лук потому что все это потом блендером будет перемалываться и вероника делала на оливковом масле не только масло я не люблю его и никогда не пользуюсь честно говоря на обыкновенном растительном я делаю морковь тоже можно резать как удобно но тертая на но тертая морковь она быстрее спассируется чем которая кубиками нарежьте она же потолще будет немножко спассировала лук и добавила морковь в это время сейчас порежу плечи ну как всегда отделю ненужные запчасти от нее кошкам и порежу на кусочки можно пережарить отдельно но я буду жарить вместе не вижу смысла в отдельной пережарке все равно перемешается все вместе буду жарить под крышкой покрыть и потом посмотрю по готовности так печень под крышкой протушу я вот так разламываю и смотрю на разломе чтобы не было крови если она уже серого цвета значит она уже готовая и оставляю прожаривать ее без крышки что вот эта вся жидкость испарилась и я не буду никаких приправ добавлять только соль и перец тоже все на глаз посолю попробую потом и поперчу также может кто-то еще лавровый лист кладет но я считаю что у курицы и лавровый лист как-то не совместимы да хотела сказать что шкурки никакие с печени с курины не снимаю потому что они очень тонкие ну и в хипермаркетах она подвес чистая ничего я не снимала сейчас вот она избавиться от этой жидкости и оставляю чтобы она остыла печень остыла очень вкусная я бы ее и так съела но сейчас вот блендером погружным все это перебью и масло добавлять только в хорошо охлажденное масло размягченное печень должна быть охлажденная чтобы она не поплыла я я может быть даже поставлена ненадолго в холодильник чтобы совсем охладилась а по телевизору идут покровские ворота мой любимый один из моих любимых фильмов взбивать хорошо надо чтобы не осталось кусочков потому что не очень приятно да будет когда почти буш мазать и кусочки будет вам и когда ехали вчера на дачу вдоль леса столько машин стоит всем за грибами приехали говорят у нас опять очень много я вот сейчас когда блендером все это наула подумала ведь так можно сделать и грибной паштет также морковь лук и жареные грибы как будет вкусно не буду мыть блендер а сейчас вот так поставлю в холодильник пусть немножко еще охладиться масло еще больше за это время размягчится и уже с маслом забьем паштет охладился и теперь можно добавить вполне размягченное масло буду добавлять по частям и взбивать можно конечно и вилкой и ложкой его смешать ну раз у блендер у меня запачкан паштетом забью блендером ну вот паштет готов масло добавлено моя в разложу вот такие из-под виолы чтобы удобно было кушать честно скажу вкуснятина хоть и масло как лице не супер пуппер не по 100 рублей но очень вкусно и на 700 грамм я положила 200 грамм масла хотя там вероник говорил на полкило 200 грамм но ничего меньше холестерина будет очень вкусно правда попробуйте делается очень легко все по своему усмотрению пережарили лук морковь печень туда добавили посолили поперчили перемололи масло добавили и смотрите сколько много грамм он получается если 700 грамм печени ну пусть там что-то ужарилась но я думаю что вот две баночки по 400 грамм у меня запросто будет таких так что вот так девчонки не ленитесь делать и будет вам счастье все на этом заканчиваем пожелаю вам мира и добра всего самого наилучшего мне работать и работать еще ночь впереди меня сок на печке стоит и курицу ободрать хотела чтобы сделать котлеты но может быть что-то и не буду сегодня делать не деревянная я но все пока пока